Артур Смолянинов – российский актёр кино и театра, талант которого для российского зрителя открыл Валерий Приёмыхов, за одно лето превратив вчерашнего сорванца в перспективного актёра. Результат не заставил себя долго ждать. Артур превратился в одного из лучших артистов новой волны. Девятая рота, Самара, Жара, Духлис – вот те немногие названия проектов, которые пополнили его дальнейшую фильмографию. Артур родился в Москве 27 октября 1983 года. Его знак Зодиака Скорпион. Отец Сергей Поволодский рано оставил семью и мальчика с двумя младшими братьями и сестрой, которых воспитывала мама Мария Владимировна, учительница рисования. За четырьмя детьми уследить было сложно. В детстве Артур не отличался покладистым характером и прилежностью. Из-за поведения мальчику пришлось сменить 8 школ. Будущий актёр даже состоял на учёте в детской комнате милиции. Однако, благодаря вмешательству судьбы, биография Артура Смолянинова не пошла по наклонной, а неожиданно изменилась. Подростка во время школьного кастинга заметил российский режиссёр Валерий Приёмыхов. Условив своеобразную харизму мальчика, режиссёр предложил Артуру сняться в фильме «Кто, если не мы?». Данная картина имела успех на кинофестивале в Артеке, а сам Смолянинов получил за работу приз номинации «Лучший актёр подросток». Вдохновлённый таким началом кинокарьера Артур Экстерном сдал школьные экзамены и поступил в Российскую академию театрального искусства. Наставником молодого актёра стал знаменитый советский режиссёр и педагог Леонид Ефимович Хейфиц. В 2004 году Смолянинов закончил вуз, после чего началась его профессиональная карьера. После кинодебюта актёр снялся в драме «Триумф» о жизни русской провинции. Затем состоялась первая сериальная работа «Парня». Актёр сыграл в детективном сериале «Тайный знак», в котором поднимались актуальные темы для современного поколения – сектанства, наркомании и сеграции. После были съёмки в комедиях «Марс и шик», а также в драме «Папа», снятый по мотиву произведения «Матросская тишина» Александра Галича. Всероссийский успех пришёл в 2005 году вместе с кинокартиной Фёдора Бондарчука «Девятая рода». Изначально парень пробовался на роль Джеконды, однако она досталась племяннику режиссёра Константину Крюкову. А Смолянинов убедительно и ярко раскрыл персонаж рядового Олега Лютаева с позывным «Лютый». Фильм сильно повлиял на Артура. Сам актёр оценивает данную роль как переход на новый, более профессиональный уровень. Заметной стала роль Смолянинова в героическом фильме «На краю стою». Актёр в нём сыграл пограничника Андрея, который находит тайники с огромными партиями героина, перевозимого через границу. Чтобы отомстить военному, бандиты решают его казнить. Чудом избежав смерти, главный герой остаётся инвалидом, но разоблачает крупную мафиозную группировку и отвоёвывает свою любовь. Сценаристом и со-режиссёром фильма выступил писатель Эдуард Топен. Он поведал о том, насколько тяжело творческой группе проекта дались съёмки в Знойном Узбекистане. А также отметил потрясающую игру Артура Смолянинова, посулив ему большое международное будущее. Позже актёр участвовал в столичной акции, когда многие медийные личности пересели в инвалидные коляски, чтобы защитить права инвалидов. На вопрос журналистов о том, как ему удаётся так лихо обращаться с инвалидной коляской, актёр ответил, что ему приходилось исполнять роль Человека без ног. Роли Смолянинова были разноплановыми. Так, в 2007 году он участвовал в исторических фильмах «16-12», «Слуга государев» и в молодёжной комедии «Жара». В 2010 году получил возможность сняться в сиквеле «Утомлённых солнцем» Никиты Михалкова. Также можно выделить драматический триллер «Тот, кто гасит свет», который рассказывает про поиски маньяка-убийцы в провинциальном городке и киноленту «Нирвана». Следом актёру удается перевоплотиться в романтического героя мелодрамы «Будь со мной», где его партнёршей по кадру становится Мария Бушмелёва. Популярной у широкой публики стала роль Смолянинова в сериале «Самара». Актёр, по его собственному признанию, обычно не жаловал многосерийные проекты. Однако в 2011 году сделал исключение и сыграл врача скорой помощи Олега Самарина. Телефильм стал одним из самых успешных в его карьере и в 2014 году появилось его продолжение. Тогда же в прокат вышел боевик литовско-британского производства под названием «Занесло», в котором российский актёр снялся вместе с культовым британским футболистом и актёром Винни Джонсом. Армию новых поклонниц Смолянинов получил после выхода на экраны романтической комедии «Мой парень ангел», в которой сыграл настоящего ангела, спустившегося на землю, чтобы понять, что же такое на самом деле любовь. Из последних работ актёра следует выделить серию новогодних альманахов «Ёлки» и «Ёлки-1914», детские приключенческие фильмы «Книга мастеров» и «Сказка» есть, а также экранизацию нашумевшего романа «Духлест». В 2016 году он был задействован в мелодраме «Не вместе», а также в комедии Карена Аганесяна под названием «Жизнь впереди», в которой снялись звёзды российского кино Павел Прилучный и Светлана Ходченко. Смолянинов имеет не только актёрский талант. Артур вырос на музыке Высоцкого. Однажды он услышал песню «Кони привередливый» в исполнении Гарика Сукачёва и возмутился тем, что смысл песни был искажён стилем исполнения, близким к шансону. После этого парень сам стал исполнять песни Владимира Семёновича на различных творческих вечеринках и вечерах памяти великого советского барда. Кроме того, актёр снялся в ряде музыкальных клипов. Для участия в популярном шоу на Первом канале «Ледникового периода» 2014 года Смолянинов научился замечательно кататься на коньках. В проекте актёр танцевал в паре с олимпийской чемпионкой Татьяной Татьяной. После успеха «Девятой роты» Артур Смолянинов параллельно со съёмками в кино начал театральную деятельность. С 2006 года актёр играет в труппе знаменитого театра «Современник». Театральная биография Артура на сегодняшний день насчитывает ряд спектаклей, среди которых можно встретить как классические произведения признанных авторов Мариса Метерлинга, Антона Чехова, Николая Островского и Андрея Платонова, так и современные режиссёрские переработки и пьесы. Например, Антони и Клеопатра. Версия по мотивам произведения Уильяма Шекспира. Артур Смолянинов крёстный сын Ивана Хлобыстина. Поклонники замучили актёра вопросами о его национальности из-за его неславянской внешности. В одном интервью актёр признался, что является полукровкой, мама по национальности русская, а папа еврей. Одно время Артур был единственным кормильцем в семье, получил отсрочку и не служил в армии, но был вынужден отдать долг родине уже 26 лет. Правда, съёмки в фильмах, например, «В утомлённых солнцем 2» засчитывались в срок альтернативной службы. По материнской линии Смолянинов – потомок знаменитых купцов Морозовых. Пусть Артур не играет в МХТА или в театре Станиславского, но его прадед Савва Тимофеевич Морозов в своё время помогал Константину Сергеевичу строить московский художественный театр. Личная жизнь Артура в молодости была очень даже насыщенной. Ещё будучи студентом, актёр состоял в романтических отношениях с сокурсницей Екатерины Директеренко. Эта связь продлилась три года, а затем пара и вовсе рассталась. Некоторое время ходили слухи о грядущей свадьбе Смолянинова Александра Шевченко, бывшей жены телеведущей Дмитрия Диброва, однако они не подтвердились. Также в СМИ появилась информация о романе Артура и актрисы Марии Шалаевой. В 2013 году во время съёмок о старосюжетной военной драме «Гейтеры майора Соколова» Артур познакомился с Дарьей Мельниковой, актрисой сериала «Папиной дочки». О будущей жене актёра говорили, что она встречается со звездой Яралаша, кадетов, ёлок, Александром, Головиным, но это так и не подтвердилось. У Смолянинова и Мельниковой завязались отношения, которые актёры предпочитали держать в тайне. В августе того же года в официальной группе Даши появился фотоколлаж с обручальными кольцами и свадебными венками, из которого стало ясно, что Дарья и Артур теперь вот уже поженились. Свадьба актёров прошла без ведома СМИ. А 27 октября 2015 года, прям в день своего рождения, Смолянинов стал отцом. Ребёнка назвали в честь папы Артура. В 2016 году актёр впервые после долгих лет молчания встретился с родным отцом Сергеем Поволодским. Мужчина работает в школе, учителем музыки. Его вторая семья живёт на северо-западе Москвы. Так как зарплаты на жизнь едва хватает, иногда Сергей выступает на городских концертах, где исполняют популярные песни из кинофильмов. Артур инициировал встречу, так как хотел познакомить отца с внуком. Артур ведёт благотворительную деятельность. Актёр входит в попечительный совет двух фондов «Подари жизнь» и «Голчонок». Обе эти организации занимаются помощью больным детям. «Подари жизнь» специализируется на онкогематологических заболеваниях, а «Голчонок» на органических поражениях центральной нервной системы. С детских лет Артур увлекается футболом. Спортивная подготовка позволяет ему при росте в 174 см удержать вес в районе 73 кг. Актёр любит выйти на поле, погонять мяч, а также болеет за московский «Спартак». Редактор субтитров А.Семкин